Администрация НАО проиндексирует ряд соцвыплат. В частности, речь идёт о ежемесячной выплате на каждого ребёнка в многодетных семьях. Необходимость строительства нового здания, сохранение педагогического коллектива и недопущение снижения числа студентов. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский сегодня ознакомился с проблемами социально-гуманитарного колледжа. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Владимир Путин встретился с участниками форума малых городов и исторических поселений, прошедшего в Коломне. Форум был посвящен вопросам сохранения развития культурного, туристического, экономического потенциала малых городов. Перед началом форума глава государства осмотрел выставку проектов создания комфортной городской среды, отметив, что реализация проекта по развитию территорий продолжится в течение 2018-2020 годов. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Владимир Путин отметил, что на малые города распространили некоторые другие программы. В частности, речь идет о программе «Земский доктор». Причем поддержку получат не только врачи, но и фельдшеры, которые приезжают в эти населенные пункты для работы. Программа будет полностью финансироваться из федерального бюджета. Кроме этого, будет продолжено и обновление сети медицинских учреждений. Владимир Путин также отметил, что к современным медицинским центрам нужно добавить образовательные. Также важно воспользоваться современными преимуществами, теми, над которыми ведется работа на федеральном уровне, например, цифровой экономикой. Избирательная комиссия Ненецкого округа готовится к проведению выборов президента России. Напомню, они состоятся 18 марта. Президентские выборы будут иметь несколько особенностей. Подробнее об этом в интервью нашему каналу рассказал председатель избиркома Ненецкого округа Георгий Попов. Самое главное нововведение – это так называемый мобильный избиратель. Данная процедура предусматривает включение в списки избирателей граждан, находящихся по месту пребывания. Эта процедура позволяет включиться гражданам в списки избирателей непосредственно на том избирательном участке, где они будут находиться именно в день голосования. Связано это с тем, что на сегодняшний день изменение федерального законодательства касается того, что у нас, точнее в законодательстве, не стало всем нам привычного открепительного удостоверения, которое реализовывалось на всех предыдущих выборах. Данная процедура наиболее удобна для всех категорий избирателей и позволяет гражданам, находясь в любом месте нашей страны, не ездить по месту своей постоянной регистрации для того, чтобы получить открепительное удостоверение и соответственно открепиться от своего избирательного участка, а проголосовать непосредственно там, где они будут находиться. Эта процедура у нас будет реализовываться впервые. И напомню, что начиная с 31 января текущего года, все граждане по месту пребывания могут обратиться в территориальную избирательную комиссию города, либо Заполярного района, либо в так называемые пункты приема заявлений, для того, чтобы подать соответствующее заявление о включении в список избирателей. Еще из нововведений, которые будут реализовываться на этих выборах, это видеонаблюдение. Оно, конечно, у нас уже применялось 6 лет назад, в 2012 году на выборах президента России. Но в этом году видеонаблюдение будет применяться не только в участковых избирательных комиссиях, но и в территориальных избирательных комиссиях, в тех помещениях, куда придут председатели участковых комиссий, для того, чтобы сдать протоколы об итогах голосования на избирательных участках. Видеонаблюдение будет применяться не повсеместно, а только на отдельных избирательных участках. На территории города Наринмара это 5 избирательных участков, номер 41, 42, 43, 44 и 48. На территории поселка Искатели это 1 избирательный участок, номер 37, расположенный в 6-й школе. Видеонаблюдение будет помимо картинки, видеонаблюдение будет писаться со звукорядом. В 2012 году, напомню, такого у нас не было, писалось только видео. Прямая трансляция будет осуществляться непосредственно в сеть интернет, ну и будет вестись запись всего того, что будет происходить на избирательных участках на жесткий диск. Потом эти записи будут храниться. В Ненецком округе планируют увеличить размер ежемесячной компенсационной социальной выплаты многодетным семьям. Речь идет о так называемых детских пособиях. Ранее их размер составлял 1076 рублей на каждого ребенка. Теперь эта сумма может быть увеличена до 1300 рублей для семей, имеющих на воспитании трех и более детей. Соответствующие изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства были разработаны по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского окружным профильным департаментом. У нас существуют выплаты на детей пособия, которые ранее в размер составляли чуть более 800 рублей. И, как мы помним, мы ее недавно индексировали до 1000 рублей. Соответственно, выплаты, которые пособия на детей вне зависимости от количества 1000 рублей, вот этот размер, который был установлен для многодетных, 1076, они сравнялись. И, соответственно, возник вопрос о необходимости их индексации. Как отметил Сергей Свиридов, на реализацию данного законопроекта потребуется дополнительное ассигнование из окружного бюджета в размере чуть более 6,5 миллионов рублей. Следующий вопрос, рассмотренный сегодня на заседании, касался поддержки специалистов, работающих и проживающих на селе. Речь идет об увеличении компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в зимний период. В настоящее время размер компенсации составляет не более 1200 рублей в месяц. Предлагается применить коэффициент 1,8 к размеру компенсации за коммунальные услуги в зимние месяца. Это январь, февраль, март. Практика такая уже имелась, но она носила разовый характер, и данными поправками предлагается эту меру поддержки установить на постоянной основе. Хотелось бы обратить внимание, почему данные изменения связаны как раз с увеличением коммунальных расходов именно в зимние месяцы. Это расходы на топливо, на уголь. По словам руководителя окружного профильного департамента, на реализацию законопроекта потребуется дополнительное ассигнование из окружного бюджета в сумме порядка 3,5 миллионов рублей. Представленные на заседании законопроекты в ближайшее время будут направлены в собрание депутатов Ненецкого округа. Старейшее учебное заведение региона, социально-гуманитарный колледж, посетил временно исполняющие обязанности губернатора Ненецкого округа Александра Цибульски. В рамках официального визита глава региона оценил материально-техническое оснащение колледжа и пообщался с коллективом учебного заведения. Галина Назарова В рамках визита в социально-гуманитарный колледж Александр Цибульски осмотрел библиотеку, посетил столовую, спортивные и актовые залы. Если в аудиториях относительно тепло, то в коридорах в буквальном смысле слова гуляет ветер. Указывают на преклонный возраст СГК и покосившиеся полы. На ремонт здания денег не выделяется, нет их и на строительство нового корпуса. И это, пожалуй, одна из главных проблем, которая была озвучена педагогическим коллективом на встрече с главой региона. И неоднократно поднимался вопрос о том, будет ли строиться новое здание. Мне хотелось бы, чтобы этот вопрос как-то более интенсивно рассматривался в верхах. И мы наконец-то получили бы ответ, что да, нам будет новое здание и учреждение будет продолжать работать. Александр Цибульский в свою очередь отметил, что точный ответ по этому вопросу сможет дать только через пару месяцев. Действительно, здание старое. Его надо переводить, надо посмотреть, как это лучше сделать, чтобы оно было оптимальным решением и с точки зрения бюджета, и с точки зрения комфорта процесса. У меня нет сейчас ответа на этот вопрос. Я знал, что вы его сдадите, но просто не хочу вас обманывать. Я вот возьму какую-то пару месяцев на то, чтобы посмотреть, когда реально мы сможем это сделать. Но то, что это надо делать, я это подтверждаю. Еще одна проблема, которая была озвучена педагогическим коллективом – ежегодное снижение количества студентов-первокурсников. По словам заместителя директора по учебной работе Ларисы Овачевой, раньше колледж набирал на обучение столько же групп, сколько выпускал. С прошлого года учебное заведение выпустило пять групп, но набрать могло только две. В этом году у нас заканчивается шесть групп. Три группы на очном и три группы на заочном отделении. Но пока, казалось бы, за приемом мы конкретно не получили, но знаем, что в планах тоже две группы, как и в прошлом году. Получается, что мы в прошлом году потеряли три группы, в этом четыре, если так вот сложится. Тут, конечно, и количество студентов уменьшается, детям негде учиться, вот такая проблема. И проблема тарификации педагогических кадров. Почему? Сокращение зарплаты. Педагогические кадры. И педагогические, да, и потери педагогических кадров. Терять своих сотрудников Галина Назарова не хочет. И это вполне объяснимо. Найти преподавателя среднего профессионального образования непросто. Каждый из них на вес золота. Но преподавателя никак не хочется сокращать. Потому что в округе для исполнения преподавателя не найти. Учитель школы – это не преподаватель исполнения. Поэтому надо каждого хранить просто. Галина Алексеевна, я это услышал. Мы обязательно этот вопрос стараемся сдвинуться и поменять тренд. Временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Александр Цибульский обещал разобраться в самых основных проблемах старейшего учебного заведения, которое выпускает кадры для предприятий и учреждений города и округа. Всегда быстро реагирует на потребности внутреннего рынка труда. Конечно, на это нужно время. Но педагоги обещали подождать. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Детская площадка своими руками. Вот уже несколько лет житель Наринмара строит горки и заливает каток для всех детей, проживающих в одном из центральных районов города. Проблемы предоставления санаторно-курортного лечения для инвалидов по зрению и слуху обсудили сегодня ненецкие активисты Общероссийского народного фронта. В рабочей встрече приняли участие члены ОНФ, представители профильных департаментов и прокуратуры. Александр Канев имеет инвалидность по зрению и слуху. Когда ему предложили путевку на курорт «Минеральные воды», очень обрадовался. Подлечить здоровье пожилому человеку никогда не будет лишним. Но в поликлинике Александра Ефимовича ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что лечение на курорте обеспечивается не по основному заболеванию и поэтому по льготе не положено. Так как вы инвалид по зрению, документ оставьте, я вам позвоню. Я документ оставил, сразу Борису Ильичу еще со своей бедой стал звонить туда-сюда. Но в итоге было отказано. По мотиву был, что в 2016 году вышло постановление, инвалидам по зрению санаторно-курортное лечение не предоставляется. По словам руководителя Ненинского регионального отделения фонда социального страхования Александра Чупрова, очередь на получение санаторно-курортного лечения для инвалидов составляет более 300 человек. А с началом действия злополучного 281-го закона около 25-30 человек не смогли поправить своего здоровья. В соответствии с приказом Минздрава 281-Н, который сегодня озвучивали, к сожалению, для некоторых категорий граждан были исключены основания для прохождения санаторно-курортного лечения. Это попали граждане с проблемами слуха и зрения. Как выяснилось, в сложившейся несправедливой ситуации пыталась разобраться прокуратура. Оказалось, что трактовать однозначно приказ Министерства здравоохранения не стоит. Существует множество нюансов. Например, из ответа Министерства следует, что медицинское учреждение может направлять инвалида на санаторное лечение, даже если оно будет осуществляться не по основному, а по сопутствующему заболеванию. Главное, чтобы были медицинские показания. Действительно, в этом приказе утверждены показания и противопоказания, то есть по которым гражданин может пройти, либо если у него есть показания на какое-то заболевание, которое препятствует, то он, к сожалению, не сможет проходить санаторно-курортное лечение. По мнению Риммы Костиной, сопредседателя регионального штаба ОНФ, проблема с предоставлением санаторного лечения инвалидам имеет более глубокие корни. Дают деньги федеральные по количеству пенсионеров-инвалидов. Так, это из письма, которые когда-то я писала по поводу путевок. В этой большой сумме заложены вместе и стоимость путевки, и стоимость проезда. А он дорогой у нас. Вот поэтому, чем дешевле у нас будет проезд, тем больше людей получат путевки. Собравшиеся пришли к выводу, что, во-первых, необходимо создать прецедент на конкретном случае, например, с инвалидом по зрению слуху Александром Каневым. Во-вторых, подходить к каждому случаю отказа в получении путевки индивидуально. Возможно, действительно у человека нет показаний, более того, имеются противопоказания. И, в-третьих, обсудить результаты работы на следующей рабочей группе. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре обсудили оказание медпомощи в образовательных организациях. Организатором круглого стола выступило собрание депутатов Ниинского округа. В дискуссии приняли участие руководители образовательных организаций, представители клуба многодетных семей «Семья» и родительской общественности, а также медицинские работники и представители профильных департаментов. В ходе обсуждения рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях города и сел, проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков в окружных детских садах и школах, организации инклюзивного обучения в регионе. Острую дискуссию вызвал вопрос обведения обязательной вакцинации как одной из профилактических мер по сохранению состояния здоровья несовершеннолетних. Участники встречи обратили внимание, что медицинские организации должны проводить системную разъяснительную работу среди родителей и учеников. При обсуждении вопроса охраны здоровья детей предложено проводить совместные родительские собрания в детских садах и школах, на которых родители смогут задать вопросы про вакцинацию и иммунопрофилактику инфекционных болезней. Я полагаю, что вызванная дискуссия по поводу внесения федерального изменения предложений по обязательной вакцинации будет иметь продолжение на нашей территории. Не было выработано однозначно мнение о том, что при приеме в детское и дошкольное учреждение или в школу должен ребенок быть вакцинирован. И это условия его приема. Раждане мнение были. Поэтому одно из таких вот хороших предложений дискуссию продолжить, скажем, 7 апреля, когда на территории России отмечается День здоровья. При обсуждении вопроса инклюзивного образования в регионе решили, что необходимо предусмотреть в государственном задании дополнительное финансирование дошкольных образовательных организаций на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Дополнительно будет рассмотрен вопрос о возможности и необходимости создания медицинских кабинетов в учреждениях дополнительного образования. Как отметила вице-спикер, все рассмотренные вопросы будут также обсуждаться на Комитете по образованию, науке и высшей школе вместе с парламентариями северных регионов в рамках парламентской ассоциации Северо-Запада России. Пока в Наринмаре собирают инициативы горожан по благоустройству, неравнодушные граждане своими руками обустраивают детские игровые площадки. Благодаря замечательному соседу, жильцов дома по улице Ленина, 39, уже несколько лет подряд ледяная горка, тарзанка и свой небольшой каток. Много лет назад точно такой же трактор оставил после себя кучу снега. Александр Александрович увидел в этом сугробе горку для детей. Строитель по профессии Александр Смирнов признается – люблю мастерить. А мастерить для детей приятно вдвойне. Поэтому уже 7 лет к ряду он заливает горку, а три года назад начал обустраивать еще и каток. Специально для этого пробурил в гараже скважину. Должны быть какие-то катки, пускай они будут, естественно, не приспособлены для каких-то чемпионатов и чего-то. Но ребенок должен просто прийти, в любой момент одеть коньки, покататься. Естественно, я не конкурирую ни с какими-то там ледовыми дворцами. Но дело-то не в этом. Дело в том, что мамочка должна из окна выглянуть. Что там у меня? Чадо-то делает. Вот. И вот это вот и есть дворовая площадка. Простая философия от неравнодушного нарьинмарца. Надо получать удовольствие от того, что ты делаешь. Самая большая награда за труд – радостные крики и детский смех. А он на этой площадке не умолкает. Спортом занимаюсь, катаюсь на горке, на турниках кручусь, на кольцах. Горка – это и сама торзанка с катком. А тут можно и снег поубирать, да? Тут лопата оставляют? Да, оставляют. Убираешь снег здесь? Ну, да. Часто? Ну, часто бывает. Мальчики убирают. Эту площадку сделал папа моих подруг Лиза и Кати. А что тебе особенно нравится на площадке? Торзанка. На мини-катке большая лопата. Каждый может убрать снег, чтобы покататься. Замечательному соседу Александру Смирнову рады и взрослые. Молодая мама Елена каждый день приходит сюда с пятилетним Павлом. Говорит, на этой площадке есть всё, чтобы ребёнок нагулялся вдоволь. Хотим сказать большое спасибо Александру Смирнову за то, что он облагораживает нашу территорию. Дети просто в восторге. И горки, и каток в этом году появился. Александр Смирнов рассчитывает только на свои силы. Но и от помощи никогда не отказывается. Считает, что сделать свой двор удобным и интересным для детей совсем не трудно. Главное в этом желание. Без него ничего не получится. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Русул, Вадим Носкин